В российских школах проводится всероссийский открытый урок мужества, который включает в себя акцию «Письмо солдату». Целью урока является развитие у ребят активной гражданской позиции, формирование образа истинного патриота и защитника Родины, и, что немаловажно, чувство сопричастности и единения в сегодняшней борьбе против чуждой нам идеологии. Мы побывали на открытом уроке в средней школе номер 14 города Новошахтинска, где преподаватель русского языка и литературы Ольга Константиновна Алишевич рассказала ребятам о страшных годах Великой Отечественной войны, о ее героях и их бессмертных подвигах. Как жаль, что гордые наши слова, держава, родина и отчизна, порою затерты, слышны едва в простом словаре повседневной жизни. Я этой болтливостью не грешил, шагая по жизни путем солдата. Я просто с рождения тебя любил. Застенчиво, тихо и очень свято. Современные герои встанут в один ряд с теми, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту нашей Родины. Их подвиги навечно войдут в историю побед нашей армии. Мы знаем, что ныне лежит навеса, и что совершается ныне. Часть мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не больно остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Родина наша, Россия, ты для нас одна. Пока для нас это не просто слова, а состояние души, русский народ, непобедим. Я думаю, что специальная военная операция необходима, как минимум для того, чтобы сохранить суверенитет Российской Федерации. Я считаю, что Владимир Владимирович Путин делает все правильно, и мы, конечно же, победим. Уроки мужества, прежде всего, полезны тем, что воспитывают патриотизм, поднимают его среди молодежи. И мне кажется, в данной ситуации, в которой мы оказались, это необходимо. Я считаю, что оно необходимо для наших солдат, и я очень ими горжусь, что они защищают нашу Родину, нашу страну, и я желаю им скорейшего возвращения домой. Россия – это великая страна. В трудной ситуации мы можем сплотиться в одну общую команду. Я желаю нашим ребятам победы, ведь мы честные люди. К заданию написать письмо солдату ребята подошли с огромным воодушевлением и, кажется, вложили в этот маленький листок бумаги всю душу, чтобы поддержать каждого солдата, который рискует своей жизнью за мирное небо над нашими головами. Ты сейчас далеко от дома, и я верю, что эта весточка с Родины порадует тебя, как когда-то во времена Великой Отечественной войны. Весточки из дома ободряли наших дедов и прадедов. Душой и сердцем мы с тобой в одном строю. Держим ряды во имя нашей общей победы и будущего крепкого мира над нашими головами.